Я вас приветствую, дорогие друзья. Тема сегодняшней пресс-конференции очень важна для всех граждан страны, потому что мы все с вами привыкли, что во время правления Плохотника ему служила МВД, прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией. Ему служили в этой стране практически все чиновники, потому что та конструкция, преступная конструкция, которую он построил в течение 15 лет, задела абсолютно и все ветви власти в Молдове. Оно повлияло на экономику, оно повлияло на то, что мы стали самым известным государством в мире не за счет модернизации, не за счет развития экономики, а мы стали самыми известными за счет кражи миллиарда, ландромата и других преступлений, которые были совершены под руководством Влада Плохотника, либо его ближайшими партнерами. Вернувшись в Молдову летом прошлого года, я делал все для того, чтобы помочь следственным органам, правоохранительным органам, узнать о местонахождении Плохотнюка, узнать о том, где он проживает, о том, где скрывается. Когда я увидел, что Республика Молдова как государство не предпринимает никаких шагов для задержания Плохотнюка, для привлечения его к уголовной ответственности, я принял для себя решение, что я должен сделать все возможное и невозможное, чтобы задержать его в любой точке земного шара. И поверьте мне, для этого у меня разработан целый план, о котором я сейчас говорить в деталях не буду, но вы точно увидите результат. Что произошло в течение последних дней? Вы все видели, что в ночь с воскресенья на понедельник я опубликовал информацию о том, что Плохотнюк находится в Стамбуле и именно в Турции. Я сказал о том, что он покинул территорию Соединенных Штатов, на следующий день даже внес корректировку, что он не покинул, он сбежал с территории Соединенных Штатов Америки. И сегодня кольцо вокруг него сжимается, осталось малое для того, чтобы правоохранительные органы Молдовы четко проработали все механизмы и все действия для того, чтобы его задержать и экстрадировать. Что у нас в результате произошло? Я вижу, что в понедельник до обеда правоохранители органов Молдовы ничего не делают. И конкретно Министерство внутренних дел. Почему Министерство внутренних дел, я вам объясню. Потому что розыском разыскиваемых, подозреваемых, либо преступников занимается именно Министерство внутренних дел. В понедельник я начал кричать на всю страну и на весь мир о том, что товарищи милиционеры, товарищ Паша Войко, сделайте запрос в Турцию и вы убедитесь, что Плохотнюк там находится. Потому что в это время все СМИ, партии социалистов, Додона, все их аналитики, если их так можно назвать, распространяли информацию, что это все неправда, что Усатый уехал на море. Дальше даже они вытащили адвоката Плохотнюка через портал УниМедиа, который принадлежит Додону, для того, чтобы тот сказал, что не-не-не, не верьте Усатому, он хочет привлечь себе внимание в предвыборную кампанию, Плохотнюк не покидал территорию Соединенных Штатов. Я говорю, послушайте, можете... Мы уже все с вами были свидетелями, когда Додон даже в День независимости говорил, Дадакану Плек, Греча, Чини и Балабол. Вся страна увидела, кто Балабол. И сейчас была уникальная возможность. Я говорю, ребят, сделайте запрос в Турцию, если его там нет. Все, как бы Усатый обманул, Усатый не понимает, чем он занимается и так далее. Они этого не делали. Они это сделали только после того, как я вышел в ЛАИ. У меня появились ряд вопросов и ряд информаций, которые я хотел до вас донести. Потому что я считаю своим долгом теперь информировать граждан и могу информировать Генеральную прокуратуру. И поверьте, я это буду делать, потому что сегодня вернуть Плохотнюка, чтобы он ответил за все преступления, я считаю своим делом чести, как гражданина Республики Молдова. Значит, 25 сентября на одном из телеграм-каналов, на одной из помоек социалистов появляется информация с видео о том, что якобы Плохотнюк находится в Бухаресте, с 7 по 10 был там. И видео там на несколько секунд, где якобы Плохотнюк там с какой-то тетей. Но так как съемка была сделана очень далеко, я, например, визуально не смог определить, Плохотнюк это или нет. Но эта история меня начала серьезно интересовать. Плюс было написано, что он был в Бухаресте и улетел в Стамбул, на этом телеграм-канале. Значит, я неоднократно показывал вам и доказывал, что если я хочу что-то узнать, то я это делаю. Не важно, в какой стране меня интересует то или иное событие. Я через свои каналы, значит, вышел на правоохранительные органы некоторых стран. Значит, в том числе и на Турцию. Значит, я задал первый вопрос, потому что в оперативной работе я точно понимаю, чуть больше, как минимум, Паша Войку, министр внутренних дел, он же Паша Пылесос. Почему он Паша Пылесос, поговорим чуть позже. Значит, мне говорят, как бы, что послушайте, так и так, в общем, да, он у нас. Я задаю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то коммуникация с Министерством внутренних дел Молдовы? Отправляли ли они вам какие-то запросы и так далее? Говорят, ну, я сейчас узнаю. Мне отвечают, нет, не было никаких запросов от МВД Молдовы. Значит, дальше у меня было два пути. Значит, первое, значит, позвонить Молдавское министерство внутренних дел, где я переговорил с некоторыми сотрудниками, и они мне сказали, Ренат, тебе нужно действовать сам, потому что у нас половина руководства работала на плохотника, если не почти все, и информацию салют. Сейчас мы будем варианты, межпестихотаря, лфиксэс, ларицы, кемполития, шатунь, чанож, тринаса, бэмкутроша, сапущи, делу, каалцфеласфи и фикса, шеку, муфоску, пырлок. Значит, я проинформировал кое-кого в Генеральной прокуратуре о своей поездке. Значит, так и так, вот выезжаю, есть информация, еду ее, проверять ее нет смысла, значит, сегодня попытка локализовать плохотника и сделать все необходимые процедуры. Значит, что у нас происходит дальше? Значит, вчера, когда я уже находился в машине, из Румынии возвращался в Молдову, хочу сказать, что когда я уехал в воскресенье, это 27 числа, в обед я покинул территорию Республики Молдовы, я успел посетить несколько государств за это время, но в Турции я не был, поэтому перестаньте писать вот эту бредятину, усатый поехал в плохотнику, предупредить там, не знаю, что. Значит, по пути домой я написал пост в социальных сетях, что так и так, я выполнил свой гражданский долг, то, что я мог сделать сейчас, ждем официальную позицию правоохранительных органов Молдовы и Турции. Чуть позже появляется пресс-релиз Генпрокуратуры, где написано следующее, для таких дураков, которые работают в Комсомольской правде, тролли социалистов и так далее, то есть прокуратура пишет, что вчера они получили ответ, что плохотнюк на самом деле 10 ноября, значит, оказался, ой, извините, 10 сентября заехал на территорию Турции и находится там по сегодняшний день. Значит, очень плохо начал выглядеть додоны все его тролли, которые писали, что усатый на море и так далее, и так далее. Значит, и они, значит, придумывают новую стратегию. Значит, единственный, кто может им как-то помочь, это ручной министр внутренних дел Павел Войко, которого сегодняшнего дня мы официально будем называть Паша Пылесосом. Почему Паша Пылесос? Потому что мы все равно с кого пылесосить. С автобусов, которые возят диаспору во время коронавируса из разных стран и люди сутками спали в автобусах либо приезжали и платили бешеные деньги. Значит, либо это при плохотнике у нас был арбус, при Войко, чтобы вы знали, есть его контора, оформленная на подставных лиц. Компания называется Песе-Дже, полицейский в шутку ее называет Парис Сан-Жермен. Это новый арбус, только арбус уже Войко Додона, назовем его, а не арбус, который был при плохотнике. Называется Песе-Дже. Значит, появляется сегодня пресс-релиз Министерства внутренних дел Республики Молдова. В пресс-релизе, подчеркиваю, официальном пресс-релизе МВД, они сообщают следующее. Так, Министерство внутренних дел сообщает информацию о розыске гражданина Республики Молдова Влада Плохотнюка. С октября 2019 года были направлены многочисленные официальные запросы и со стороны международного полицейского сотрудничества Интерпола с просьбой объявления его в международный розыск. Так, значит, Паша пишет, что в октябре они обратились в Интерпол. Дальше, что пишет, после того, как он был внесен в список разыскиваемых лиц, власти Молдовы предприняли ряд действий в сотрудничестве с другими государствами. Ребята, внимательно. После того, как он был внесен в список разыскиваемых лиц, власти Молдовы предприняли ряд действий в сотрудничестве с другими государствами. Товарищ Паша Пылесос и те, которые подставляют сегодня пресс-службы МВД, которые пишут эту бредятину, значит, Интерпол отказал официально в розыске Плохотнюка. Мало того, еще из-за того, что они допустили умышленный ряд ошибок и подыграли Плохотнюку, чтобы его сняли, чтобы Интерпол аннулировал его розыск, значит, они пишут, что вот он находился в базе разыскиваемых лиц и сотрудников. Плохотнюка Интерпол рассматривал там почти год, принимала решение комиссия по контролю за файлами, оставляет Плохотнюка в международном розыске или сняет. На тот момент он был заблокирован. Значит, Министерство внутренних дел не сделало элементарное, ребят, что Плохотнюк остался в розыске по линии Интерпола. Они не отозвали Виталия Порлок, человека Плохотнюка, который служил ему верой и правдой, гонялся за мной, сделал максимум все возможное и невозможное для того, чтобы я находился в Винтерполе. Значит, человек Плохотнюка по сегодняшний день не был отозван Республикой Молдова, которая его делегировала, когда его избирали, на эту должность. Мало того, в прошлом году или в начале этого года Виталия Порлок даже еще переизбрали на 4 года. Вы понимаете, то есть человек Плохотнюка был переизбран, потому что Министерство внутренних дел руководил и руководит Паша Пылесос. Значит, дальше. Они пишут о том, что они знали, что он пересекал границу Турции и Румынии. Это еще раз официальный пресс-релиз МВД. Ярпентру анну импедика акте унили, где идентификари шире цинери, а фос не чесарка а чести дати сыну опарен спати у публик. Астфил амфост информас де авторитетили Ла-Истамбул. Вы понимаете, то есть так нагло врать и говорить о том, что они знали, что он там находится, но они скрывали это, чтобы не навредить его задержанию. Послушайте, Плохотнюк находится, чувствует себя так же уверенно в Турции, как в свое время в Джи-Би-Силии в гостинице Нобел. Об этом поговорим в другой раз. И перестаньте врать, запрос вы отправили через канал Интерпола и турецкая сторона мне это подтвердила сегодня ночью, что вы отправили запрос только после моих выступлений. Не надо писать и врать, что вы туда обращались, сотрудничали с ними и так далее. Плюс еще раз, Плохотнюка нет в базе разыскиваемых лиц Интерпола, так как вы говорите, потому что ему до сих пор продолжает служить Виталий Пырлок. Такой же чайник, как и вы, Павел Кулисос. Дальше я понимаю, что весь этот пресс-релиз это написан один отрывок с комсомольской правды. Уважаемое издание, которое стало помойкой с тех пор, как его купил Додон, так же, как Аргументы и Факты и другие СМИ. Это помойка, помойки, которые пишут бред больных людей, как Цирде и других кумысов партии социалистов. Но писать это на официальном сайте МВД, хочу вам сказать, товарищ Паша Палисо, что вы за это ответите по закону. У меня к вам сейчас ряд вопросов, товарищ Гойко. Значит, ответьте мне на вопрос. 25-го, как я говорил, сентября на телеграм-канале партии социалистов, которые всякую чушь публикуют, значит, была опубликована информация с видео о том, что Плохотнюк находится конкретно на этом видео в Бухаресте. Да, как я говорил, я не мог идентифицировать по видео Плохотнюка, потому что как-то мелко, далеко и так далее. Но я начал проводить расследование. Почему вы сразу после появления этого видео этого не сделали? Каким образом, если это видео на самом деле было добыто сотрудниками, офицерами ЧНИА или офицерами СИП, которые занимаются оперативным сопровождением двух уголовных дел, в которых Плохотнюк имеет статус обвиняемого, значит, каким образом оно оказалось на телеграм-канале партии социалистов? То есть, телеграм-канал партии социалистов типа знал, а Войку не знал. Я думал, если честно, что это какой-то фейк. Но информация начала подтверждаться сразу после того, как я этим занялся. Мне очень стыдно сегодня перед настоящими офицерами МВД, сотрудниками уголовного розыска, мирушини фациди, чей дела патрулари, мирушини мирушини фациди, боецей дела дивизиона спичал и фулзер. Мне стыдно сегодня. И я горю от стыда перед сотрудниками ОМОНа, патрульными, сотрудниками уголовного розыска, что Паша Войку превращает министерство внутренних дел в помойку. Ребят, вам осталось терпеть недолго, поверьте мне, что начиная вот этими автобусами Пашами, заканчивая этим Парисом Джерменом, его охранной конторой, и другие пылесосные дела, он за это ответит по закону, вместе с теми, которые до него руководил. Ему хватает ума только назначать этого мошенника, Кожакаря, Бельцы, и преступника, комиссара. Вот на все, что хватает, Паш. Еще раз, слава Богу, что им осталось недолго. Еще один аргумент, что Войку и те, кто написали этот пресс-релиз и подстали пресс-службу МВД, они врут. Издательство Ньюсмейкер обратилось после моих заявлений о том, что Плохотнюк в Стамбуле в МВД и спросило их, вы давали туда запрос, не давали, на каком этапе находится ситуация. Значит, пресс-служба МВД, это же пресс-служба, которая опубликовала этот фейк и грязь для того, чтобы очернить меня, вперед предвыборной кампании. Значит, они ответили следующее позавчера. Мы отреагировали на информацию, появившуюся в публичном пространстве. В этом контексте МВД направило запросы к властям США, Румынии и Турции. На этот час мы не получали никакой официальной информации. Сообщила Азбанка, это руководитель пресс-службы МВД. То есть, она признается, и утверждает, что после того, как в СМИ появилась информация о том, что Плохотнюк находится в Стамбуле, они сделали запросы. А в сегодняшнем, уже на сайте пресс-службы, они пишут, что они, бедные, давно, давно про это знали. я не буду сегодня заострять свое внимание на других нарушениях и покровительстве определенных схем, которыми занимается товарищ Бойко. Этим займутся следственные органы. Сейчас я прошу все СМИ обратиться к министру внутренних дел, пресс-службы МВД, обратиться в пресс-службу Генпрокуратуры и задать вопрос. Ребят, вот вы как-то написали, вы давно работаете, и Плохотнюк был в базе розыска Интерпола и так далее. Когда, какого числа, во сколько минут вы отправили запрос, находится ли Плохотнюк в Турции, находится ли он в Стамбуле. Пусть вам покажут, потому что если вам это не покажут, то тогда благодаря правоохранителям органов других стран это покажу я. И Паша пылесос будет уже не пылесосом мили современного, станет пылесосом ракета в этом случае. Как минимум. Поэтому прошу все независимые СМИ задать этот конкретный вопрос. Когда обратились они? Неделю, но за две или три? Или они обратились все-таки в понедельник, вторник, после того, как я устроил весь этот скандал? Обвинение в мой адрес, на всяких фейковых сайтах, помойках партии социалистов, помойками, которых стали даже некоторые уважаемые в прошлом газеты, значит, хочу сказать следующее, что вот ваши бредники, вот усатый поехал в Турцию предупредить плохотника. Скажите, пожалуйста, а если бы это была правда, что я с ним разговариваю, или даже если я с ним не разговариваю, но хочу ему передать информацию. сегодня половина альянса Додона в парламенте общается с плохотнюком, а также некоторые депутаты социалисты. Скажите, пожалуйста, зачем мне ехать, выезжать из страны, чтобы передать плохотнюку эту информацию? Я бы передал, нашел бы его телефон, нашел бы его имейл, передал бы через его доверенных лиц. депутатов парламента, которые ходят к Додону некоторые по 2-3 раза в неделю, что там, с ума сошли? Плюс, если Войку и обвиняет сегодня, что была утечка, так, Войку, ты разбирайся, откуда была утечка 25 сентября на телеграм-канале партии социалистов. В заключение хочу сказать следующее, что уважаемые граждане Молдовы, стимацы четечения Республики Молдовы. И я declarал когда-то в Пяце Мари Адонеры Национали на мари протест, на который я партичпат здесь деми четечения, что я им буду консакраться влаца, но плохотнюк отвечу в фаце Ажустистии. Да, сегодня мы нечто обусице, как Паша Войку и много салцей. Сегодня не увидим результаты дар дин тот, че сантымплат панакум, я кредко тот, что сажунчем ла варианта, кастребуясь, 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 но его найду. Я находил пилота в Афганистане и занимался этим около двух лет. И вы помните эту историю. И как я сказал, так и получилось. Додонный, кстати, при участии в Войку, привез буквально предвыборную кампанию. На эту тему будет уголовное расследование. Поговорим в другой раз. Я доказывал вам неоднократно, что я всегда был на шаг впереди всяких преступников и мошенников. Войку обращаюсь Владу Плахатникову. Домноле Владимир Плахатников. Влад, ворикум требусь с троещи кастребу ка дако по-те с грешаска полиция Лу Войку са уи са уи са уи са уи кумпери тупи дэншу ариар са уи май даай бодоу у кулиаши луи додон. Ку мене варианты аста ну ося мерга. Са я ворикум стоят очи по тебе, и уточним все возможные движения и те, которые вы можете планировать в следующий тематуре. Део что ты должен ответить на то, что в целом. Да, мы будем ответить и с кулаши, с кулаши, с кулаши, и с кулаши, и с кулаши остальные. Но сегодня ты должен ответить на то, что я, в целом, и я, в целом, тебя буду видеть. На данном этапе я проверяю информацию о возможном местонахождении Плахотнюка на Кипре. Значит, у Плахотнюка был билет по маршруту Истамбул-Кипр. Был он в этом самолете или не был, я сейчас этим занимаюсь. Если я узнаю, я обязательно вас об этом проинформирую. Но чтобы потом они опять говорили, что вот, а мы искали в Турцию, вот оказывается, вот он куда-то там переехал там за последние. То есть, еще раз, информация не подтверждена о том, что он... То есть, есть информация о том, что он покупал билет в сторону Кипра, но находился он в самолете или нет, у меня пока эту информацию не получилось проверить. Потому что Плахотнюк мог купить билеты и в десяти направлениях для того, чтобы сбить... Для того, чтобы сбить с толку следствия. Мы его все равно найдем, и все равно он ответит по закону. А всяким пашем пылесосом, либо предлагая заняться работой, а не только слежкой за оппозиционными политиками, не заниматься тем, что отправляют мне своих там мошенников и подельников, там комиссарам Бельс и других негодяев, которых вы, к сожалению, трудоустраивали и трудоустраивали. Значит, я буду продолжать свою работу. Да, я вынужден был вчера вернуться домой. К сожалению, хотя я хотел бы еще где-то недельку находиться в Европе, я думаю, что следующее видео появится. Я очень хотел, чтобы следующее видео появилось, где Плахиш уже обвязанный скотчем уже сидит рядом, понимаете? У меня это пока не получилось, но я уверен, что обязательно получится, и вы в этом все убедитесь. Потому что я реально сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы этот человек ответил по закону. Я хочу поблагодарить полицейских разных стран, с которыми в течение последних двух дней я общался, которые помогли мне разобраться, где фейковая информация, где дезинформация от Плахотника, где его какие-то котлеты. Значит, огромное вам спасибо за это. Я уверен, что мы с вами все вместе докажем, что сила в правде. А Министерство внутренних дел Республики Молдова руководит чистый пылесос, которому кроме того, чтобы пылесосить в разной валюте деньги в свой карман, ничего не может. Ребята, сила в правде, пока.